Здравствуйте, друзья! Всего несколько минут назад мы увидели, как на странице SEC в Твиттере появилось сообщение о том, что все биткоины TF одобрены. Все оформлено в стиле SEC, используется их фирменная графика и все выглядит на 100% законно. Естественно, биткоин после этого сразу же начал сильно расти, до 48 тысяч долларов буквально за 15 минут. Однако спустя 10 минут после этого Гэри Гэнслер пишет со своего аккаунта в Твиттере, что страница SEC была взломана, а опубликованный пост был не санкционирован и спотовые биткоины TF на самом деле не были одобрены. После такого заявления биткоин резко упал с 48 тысяч долларов до 44 с хвостиком и сейчас стремится к восстановлению до 46 тысяч долларов. После этого твита от Гэри оригинальный твит от комиссии по ценным бумагам и биржам США был удален. Служба безопасности твиттера сказала, что кто-то воспользовался тем, что страница SEC была лишена всякой защиты, даже базовой двухфакторки. Этот кто-то с легкостью взломал аккаунт SEC в Твиттере и опубликовал все, что ему захотелось. Не может быть, чтобы SEC так быстро восстановила свой аккаунт, буквально за минуты, потому что надо узнать про взлом, связаться с поддержкой, дождаться обратной связи, искать способы решения проблемы. Это занимает явно не минуты. Выдвину предположение, что взлом учетной записи SEC все же имел место быть. Но и опубликованный твит тоже был настоящим. Ведь хакер, который взломал аккаунт, сначала написал просто «BTC». Затем, вероятно, он нашел твит с текстом объявления и цитатой Генслера в папке черновиков. После этого удалил твит с подписью BTC и опубликовал это объявление. Комиссия по ценным бумагам и биржам никогда не ошибется в дате и не будет публиковать твит, содержащий только тикер BTC, и не будет лайкать комментарии аккаунтов, мемкоинов под ним. Также навряд ли хакер является тем, кто тщательно спланировал операцию и приготовил графику в стиле SEC наперед. Ведь, судя по всему, он действовал хаотично, потому что из всех вариантов на свете он смог твитнуть просто BTC. Поэтому, скорее всего, аккаунт SEC был взломан, а объявление про одобрение всех спотовых BTC ETF было настоящим и стояло просто-напросто на таймере. Возможно, также ситуация, когда некий стажер SEC по ошибке опубликовал отложенный твит слишком рано, а все теперь пытаются скинуть его ошибку на некий взлом. Боже мой, ребята, ну это просто самая дикая вещь на свете, если так задуматься, чтобы правительственный чиновник, правительственное учреждение, агентство так облажалось. SEC должна предотвращать манипулирование рынком, должна предотвращать подобные вещи. Но помнишь, как они даже Илона Маска преследовали из-за его публикаций, которые якобы манипулировали рынком, а сейчас они делают то же самое? SEC должна защитить инвесторов, но не способна защитить свою собственную страницу? Я в это не верю. Теперь они понесут ответственность за то, что произошло со страницей SEC и миллионами инвесторов сегодня ночью. Конгресс США требует ответов. Юристы говорят о неминуемом судебном иске против SEC за их манипуляцию рынками, из-за которых сегодня ночью огромное количество инвесторов потеряло все. Не может быть, чтобы их просто взломали. Знаете, эти взломы, когда на взломанных аккаунтах постят какие-то разводы, типа, отправь мне один биткоин и получи два в ответ, что-то в этом роде. Нет, этого не произошло. Это был самый настоящий официальный твит в отложке. И вдруг он исчез после того, как Гэри написал в твиттере, что он ничего не одобрил. Должно быть, что-то изменилось. Кто-то должен был сказать, Гэри, подожди, удали это. Это либо внутренняя работа по манипулированию рынком, либо случайная ошибка кого-то, или же в последнюю минуту кто-то сказал, Гэри, нет, еще слишком рано, нам нужно больше времени, мы не можем пока одобрить биткоин ETF. Либо же это была проверка, как отреагирует рынок на эти новости. Нечто подобное мы видели, когда были опубликованы фейковые новости на Коин Телеграф, если ты еще не забыл это событие. Тогда биткоин отреагировал подобным образом, резко вырос и резко упал. Но с тех пор он восстановился и вырос даже еще выше. Напиши в комментариях, какая версия тебе ближе. Это просто дико. Биткоин поднялся до 48 тысяч долларов и опустился до 44 с чем-то. Теперь он возвращается к 46. Это разрушило множество длинных позиций и коротких позиций. Это манипуляция высшего сорта. Гэри не признает, что он марионетка и его хозяева дергают его за ниточки. И он не признает, что секс совершил ошибку. Он будет настаивать на взломе. И я уверен, что многие члены Конгресса, возможно, захотят услышать пару слов от Гэри, чтобы понять, что именно произошло. Ведь если это не взлом, он нарушил множество законов. Надеюсь, это не приведет к задержке одобрения ETF. Хотя кажется, что сегодня было сделано все для того, чтобы эта задержка случилась. В любом случае, у Гэри и Сек скоро будут большие проблемы, если они не докажут, что их сегодня взломали. И напоследок расскажу еще одну историю, о которой ты, наверное, не знаешь, но она показывает, насколько коррумпирован Гэри Гэнслер. И почему он не преследует интересы инвесторов, не занимается их защитой, как и должен поступать председатель комиссии по ценным бумагам и биржам США. А всего лишь навсего прикрывает своих приятелей и защищает своих друзей. И преследует только их интересы. Уважаемый Гэнслер, вы много знаете о скомпрометированных и несанкционированных вещах. Помните, как в 2011 году вы были председателем комиссии по торговле товарными фьючерсами и заключили закулисную сделку с Джоном Корзайном из Goldman Sachs в заполненной дымом комнате? Вы позволили его компании MF Global переводить сегрегированные средства защищенных клиентов из США в Европу, чтобы удовлетворить маржинальные требования из-за неудачных сделок Джона, что в конечном итоге привело MF Global к банкротству, но и к большим доходам Джорджа Сороса тоже. Вы способствовали грабежу клиентов вашим старым приятелем Джоном Корзайном и помогли ему избежать тюрьмы. Вы просто оштрафовали его на небольшую сумму. Вы просто защищаете своих приятелей на своем посту, не более того. И вам следует уйти из сег с позором. Меня зовут богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!